Владимир Чудайкин на войну попал в 44-м, но уже в первом бою уничтожил три самоходных орудия противника. Отличился и в ходе взятия Берлина. Танк старшины Чудайкина действовал в составе штурмовой группы. Командир танка погиб, и его обязанности взял на себя Чудайкин. За бои у стен Рейхстага ему присвоили звание Героя Советского Союза. Я счастлив оказался в этой честь людей, которые дожили день победы Великой Отечественной войны. А победу, конечно, победили те, кто сложил головы на полях сложения. Им слава и почет. Они нас защитили от немецко-фашистских захватчиков. Своей любви к этой песне о не менее любимой волжской земле Владимир Чудайкин не изменяет уже более полувека и во всем отличается постоянством. Со своей супругой Лидией Дмитриевной в прошлом году справил бриллиантовую свадьбу, 60 лет совместной жизни. Столько же проработал и на заводе, и в качестве общественного деятеля. В свои 90-е Владимир Иванович продолжает активную работу. Помогает всем, кому только можно, заботиться о ветеранах, о бывших братьях по оружию. Занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Имя героя носит 150-я школа Кировского района Самары. А его подвиги знают и школьники, и кадеты. Ну, Чудайкин отличился во взятии Берлина. Он спас много наших, прикрывал наших от фашистов и спас много жизней. Как я знаю, Чудайкин был танкистом. Он очень много сделал для нашей страны. Он дошел до Берлина. Мы должны уважать и честить наших героев, потому что, ну, как вы и сказали, их осталось мало. Герои Советского Союза, почетного гражданина Самары, в праздничные дни поздравляют горожане и первые лица города. В 40 лет вы проработали на металлургическом заводе. Огромный стаж, да, 56 лет общий стаж, по-моему, у вас. Это огромный труд, самоотверженный. Вы вот видели, что приходилось жить в очень таких условиях, аскетических, да, и отдавать свою жизнь на благо развития страны, на благо развития города. Владимир Владимирович, вот примите от меня самые искренние слова. Спасибо. С пожеланием крепкого, крепкого здоровья. Конечно, мы с вами встретим 100-летний, 100-летний. Спасибо, спасибо. Поздравляю. Каждый день рождения фронтовика – это такой небольшой 9 мая, день победы. А уж день рождения Владимира Ивановича – это такой уже 9 мая у нас, да, серьезный день победы. Ведь в биографии Владимира Ивановича действительно оказалась спрессованна, наверное, судьба всего поколения. В своем почтенном возрасте герой Советского Союза Владимир Чудайкин не перестает мечтать. Ближайшие планы – с честью и большой радостью встретить самый великий праздник в его жизни – 70-летие победы. А любовь и желание жить и видеть, как подрастают правнуки, дают силы на ежедневный труд. Анастасия Зубарева, Алексей Золотенков. События. Анастасия Зубарева, Алексей Золотенков. Продолжение следует...